Всем привет, вы на канале Рыбалка Димон Круглый Год, меня зовут Димон. Многие из рыбаков мечтают поймать леща как весной, так и летом, имея нормальные монтажи, нормальные прикормки, нормальные насадки, но не у всех это получается. А все потому, что рыбаки многие ловят тогда, когда лещ не клюет. И в этом видео я поделюсь с вами весьма, друзья, полезной информацией, а именно время, когда лещ активнее всего, как в мае, так в принципе и в июне, при ловле донными снастями, такой как фидер. Многие рыбаки в мае месяце, допустим, приходят в час-два утра на реку, я тоже раньше ходил в час-два, сидишь, сидишь, перекидываешь, перекидываешь, и первые поклёвки леща приходятся примерно около восьми часов утра, то есть по восьмого или ближе к восьми, там, без десяти, без пятнадцати, иногда бывает даже восемь, или в начале слегка девятого. И продолжается это дело всё, то есть лещик клюёт до двенадцати часов дня. После двенадцати происходит перерыв буквально часа где-то на два, полтора-два, и следующий лещик уже ловится с двух дня до шести вечера. А утром, рано утром, именно в мае месяце, почему-то лещик брать не хочет. Я сколько раз вот сходил, друзья, так же, присидишь там до восьми часов, потом думаешь, да ну его нафиг, что так рано вставать, как говорится, большая рыба, как и большие люди, рано не встают. Есть такая поговорка. Вот. И потом уже начал в мае приходить на рыбалку ближе к восьми часам. Где-то пол восьмого или в восемь в начале девятого. И ловил до обеда. Вот. Потом наступала тишина гробовая, насчёт лещика. Что касается июня месяца, там лещик берёт где-то вечером с десяти часов, с десяти вечера до часу. Потом с часу до трёх наступает опять же такой перерывчик, и с трёх часов уже клюёт до девяти утра. Я когда на рыбалку рано приходишь, сидим на рыбалку ловим, мужики говорят, ой, что-то лещик не клюёт. Я на часы смотрю, говорю, рано ещё. Сейчас, говорю, в июне месяце. Я говорю, сейчас в три часа пропикают, и лещик начнёт брать. Ну, на рыбалке там бывает не один, там три-четыре рыбака. Можно реально по времени засекаешь. Там три часа, начало четвёртого, минут десять-пятнадцать. И бах, слышишь, у вас там колокольчик зазвенёлся. Смотрю, рыбак схватился за посадчик. И пошло-поехало. Сколько раз так уже было при разных, в принципе, погодных условиях. Будь то пасмурно на улице в июне, допустим, или в мае. Будь то ясно солнечно, независимо, опять же, от этих самых ветров. Но рыба как раз, друзья, клюёт по времени. Вот это я чётко стал замечать. И этим, как вы, со своим опытом, этой информацией я до сих пор пользуюсь. А чё, допустим, в мае месяце рано вставать, там, допустим, час ночи. В час утра, да, не в час ночи, да, получается. Прийти и сидеть, как там, не знаю, до восьми и восемь часов, уже начинают клювать, как говорится, лещик начинает, начинаются его поклёвки. И не выспался, а потом ещё солнышко, допустим, поднимается, начинает припекать. Плюс того, что рано встал, не выспался. Да ещё солнышко нагревает. А тут как раз ещё лещик клюёт. Так, а не проще, как говорится, утро спать нормально, приехать к восьми часам, выспался и как раз приехал к тому времени, когда лещик начинают брать. Приехал, половил. Ну, мои насадочки. Берём все животного происхождения. Я в предыдущих видеороликах об этом говорил. Червяка, парыш, караец, мотыль. В общем, всё, что ползает. Шуры и так далее. В июле уже достаточно растительного происхождения. Насчёт июля я потом сделаю видеоролик. Во сколько и чего, и когда он там клюёт. До июля ещё, как до Китая, это самое, далеко. А вот в июне есть ещё одна фишка. Июнь, когда уже приходит лето. Многие думают из рыбаков, что в полдень в шару, в шару, когда на улице, знаете, бывает такая шара, 30, лишний ловится. И вы только себя очень сильно ошибётесь. Я тоже ошибался. Однажды, когда я ещё работал в колонии, у нас была тревога. Нас вызвали по тревоге. В общем, тревога, это шмон, там, закончился 10 дней. А я собирался на рыбалку. Ну, на рыбалку я не уехал, потому что пришлось ехать по тревоге. В общем, после всего этого дела я поехал на рыбалку. Время уже был 11 час. На улице была шара, 30 градусов. Я думаю, ну, если лещика ловится не будет, пусть я лещика не поймаю, да хоть позагораю. Приехала шара на солнышке, там, зашкаливает, чуть не под 50, в тени 30 градусов. Представьте себе, полдень, в июне месяце, ну, разделся за трусо, собрался загорать, всё закинул. Не поверите, друзья, за 2 часа поймал 6 штук. Дальше находиться просто было на реке невозможно, потому что жара ещё, я как раз был на сухане, на плитах, тут от самого камня ещё эта жара-то идёт. Чуть-чуть не так, и всё, голова кругом. Ну, жара, реально. Я потом приехал на градусник, глянул, у меня на солнышке там чуть не 50 показывает. И этот санцепёк, вот если кому рассказать, друзья, не поверите. Мне бы рассказали, что там в жару, в 30 градусов, в полдень клюёт лещ. Небольшие там, по килограмму были, но всё равно. Но самое-то интересное, жарище на улице, закоется на цепёк. И я когда друзей спрашивал, они утром этого же дня были. Прикольно, ни одной лещевой поклёвки за всё утро не увидели. Стоял на реке 4 рыбака, причём рыбаки нормальные, лещика хорошо ловят. Попадаются на каждой рыбалке, ни один, ни два, даже и по три, по четыре штуки. И тут за всё утро они не видели ни одной лещевой поклёвки, а я попёрся полдень в жару и за два часа поймал шесть штук. Как это объяснить? Я потом, кстати, ради этого теста ещё раз ездил. Нарочно уже, специально. Поехал на рыбалку, на кооперативную, на Сухану. Специально в 11 часов дня тоже шара стояла. Правда, поймал не шесть штук, поменьше. Три штуки за два часа. Но всё равно. И опять же, утром ребята, знакомые рыбаки, не поймали ни одного. Как вот это объяснить, я порой, честно говоря, не знаю. То есть почему лещик утром, когда был хороший, ветерочек, штирь, не жарко, не клевал. А в жару, в жару, когда на улице, на солнышке 50, а в тени 30, лещик брал. Чем это высунуло, я, честно говоря, друзья, я не знаю. Но потом, я ещё несколько раз ездил в жару. Единственный минус в саму жару, это самому находиться на реке. Особенно, если рядом где-то есть какие-то плиты, камни, которые нагреваются, идёт вот это испарение этой жары. Сколько раз на себе одежду смачивал, шапку смачивал, потом понял, что сглупил, не надо было смачивать шапку, нужно было просто голову смочить, а головной убор не смачивать. Но, это недостаток единственный, что в жару самому трудно находиться на реке, но зато, в принципе, клюёт лещик. Поэтому, друзья, если вы в мае поедете ловить на фидер, когда водичка прогреется, лещик будет клевать уже, это больше, точнее, не больше, а ближе к июню, где-то во второй декаде лещика прогреется, там уже 100% лещик будет, как говорится, брать и далеко у вас ещё, правда, до этого момента. Но, рано, если вы ездили рано на рыбалку, и у вас на реке лещик не брал, не брал, вы думали, может, насадка не та, или там, прикормка не та. Ребята, время не то, вы просто поехали не в то время. Приезжайте к 8 утра. Ну, и что, чтобы утро пропустили? Я потом всем знакомым, которые, когда на рыбалку едешь, они мне говорят, Димон, зачем я на рыбалку поздно-то поехал? Я говорю, большая рыба, как и большие люди, рано не встают. И это действительно правда. С 2 утра или с часу там ловится всё, в принципе, на лодочку. Платва, уклейка, ёрш, окун, пескарик. Всё. Но, почему-то не он. А вот, когда уже часам к 8 это всё делают, как-то поднагреться, уже станет тепло, мая всё-таки, утрами холодно, так-то, теплее. вот тогда он и начинает брать до обеда. Прикол какой-то, ей-богу. Я потом в мае уже часенько так и делал. А что вставать рано? Поехал восьми, и выспался, и рыбы наловил. А рыбаки рано приедут, и не выспятся, и без рыбы. Вот. А в июне, как же, друзья, если, мало ли, возникнет такая ситуация, там, допустим, мы на рыбалку по какой-то причине не попали, допустим, и смотрите, днём уже такая жара, всё, солнышко поднялось, не думайте, что речь не будет клевать. Будет. И на таких рыбалках, вот в жару, я сколько раз был, извините, что повторюсь, единственный минус, находиться тяжело. Но он берёт. И чем это высвано, я порой не знаю. Раньше ещё я делал так. Приезжал, допустим, рано утром, в июне, часа два. Вот. Лещ не брал. Я уезжал восемь, как говорится, ложился спать и приезжал ближе к обеду. Когда вот восемь часов уже, всё, жара поднималась, вот в этот промежуток с восьми утра, в июне, до одиннадцати, поклёвок, поклёвок леща почему-то нет. Ни на чего, ни на фура, ни на червей, ни на опарыша, а уже с одиннадцати, они, как говорится, начинаются. И вот, приезжал домой, ложился спать в восемь часов до одиннадцати, бах, поел, покушал, кофейку выпил, и у меня уже всё готово, и поехал в одиннадцать часов на рыбалку. И опять оказался с рыбой. И позагорал, и рыбы друг к нему наложил. Вот такая информация. Если вам эта инфа была полезна, пальчик вверх, бесполезна, пальчик вниз. С вами был я, Димон. До встречи, друзья, в новых видео на канале Рыбалка с Димоном круглый год. Всем удачи, всем пока. Не хвастаньте швы вам на ваших рыбалках. Subscribe my friend to the channel so as not to miss new videos.